Так, наверное, больше никого не будет сегодня, поэтому начнем. Еще в прошлый раз мы с вами начали новую тему. Это тема, связанная с вероятностным подходом в системах искусственного интеллекта. Мы посмотрели про правила байса на простых примерах с поиском заболевших в некотором подмножестве людей. Вот рассмотрели то, как вычисляются вероятности в таких задачах. То есть рассмотрели такую простейшую модель, когда есть некоторая исходная, то есть модель, у которой есть исходное распределение вероятностей на некотором множестве объектов. Есть некоторая операция, то есть эксперимент, который дает определенный результат. И затем, как, например, обновить ваше знание о системе после того, как вы получили этот результат. И то есть пересчитать те изначальные вероятности, которые вы задали, как некоторые исходные данные для вашей задачи. Вот в этом смысл основной байсовского подхода, то самое байсовское правило, которое позволяет обновлять вероятности. То есть есть вероятности априорные, которые вы распределяете. Например, сколько человек болеет в среднем в какой-то период времени. И есть конкретный, например, эксперимент. В нашем случае это был некоторый тест на заболевание, у которого тоже есть своя точность, своя специфичность. То есть, грубо говоря, с некоторой вероятностью он может сказать, больной вы или здоровый. Причем, на самом деле, там даже не одна вероятность, их четыре. То есть вероятность того, что человек болен, и тест определил, что он болен. Вероятность того, что человек болен, тест сказал, что он не болен, не заболел, то есть здоров. То же самое со здоровыми. То есть одна вероятность на то, что здоровый был помечен как заболевший. И одна вероятность на то, что здоровый действительно отмечен как здоровый. Вот, то есть у вас есть изначально вероятность здоровый и больной. И есть четыре вероятности того, что тест даст определенный результат. И дальше вы можете использовать эту информацию, пересчитать, с какой вероятностью вы сможете, насколько вы улучшите ваше знание о конкретном подмножестве объектов, количестве заболевших в определенном группе людей, применив этот тест. В этом смысл правила BIES. Имея достаточно объем данных, то есть каждые данные – это определенная улика, которую вы можете использовать для того, чтобы сделать определенный вывод о том, как ведет себя система. В этом смысл большинства вероятностных моделей, где вы пытаетесь тем или иным способом просчитать вероятности отдельных компонентов вашей системы для того, чтобы потом сделать какое-то суждение. На основе этого знания. Мы с вами также посмотрели самый простой способ, до того, как мы BIES-овский подход начали рассматривать, мы смотрели еще очень простой способ описания вероятности, связи логики вероятности. Через нечеткие множество, у вас есть отдельный курс по нечетким системам управления, где вы подробность будете рассматривать или уже рассмотрели эти подходы. Мы больше будем говорить именно о BIES-овском подходе, то есть именно подход, при котором вы стараетесь вычислить вероятности на основе данных. То есть у вас есть поток данных, это ваши результаты ваших экспериментов или какие-то просто дополнительные информации. И вы пытаетесь, во-первых, сформировать модель вашей системы, в которую поступают данные. По данным вы будете судить о том, что внутри происходит этой модели, то есть пытаться реконструировать какие-то внутренние состояния. Ну и кроме того, сегодня мы немного попытаемся соединить еще вероятности с логикой, то есть это такой, считаем, высший пилотаж сейчас в искусственном интеллекте. Это объединение логики и вероятности, то есть когда вы можете описывать некоторые цепочки логические, что из чего следует, и назначая вероятности, то есть вводя еще в эти цепочки вероятности, вы можете, например, по данным пытаться оценивать, что происходит в отдельных элементах этих цепочек. То есть измеряя, например, только вход-выход этой цепочки, вы можете примерно оценить, в каких диапазонах, например, что происходит внутри этой цепочки, то есть как принималось решение, как из логики следовала последовательность действий. То есть реконструировать так называемую структуру системы по данным, только по тем данным, которые вы можете измерить. Вот этот подход, он очень популярен в научной среде, по сути, все естественные науки строятся на этом подходе. И естественно, что системы искусственного интеллекта не могли обойти стороной эту тему, то есть попытаться применить вот эти знания, эти методы по вероятностному логическому выводу для того, чтобы использовать их для принятия решений. То есть изначально эти методы использовались больше в физике, в биологии, в химии, для того, чтобы получать некоторые новые знания об окружающем мире через эксперименты. Вот, ну и теперь вот в системах искусственного интеллекта тоже активно применяют те же самые идеи, те же самые методы для того, чтобы этот процесс автоматизировать. Вот в перспективе, соответственно, чтобы система умела изучать внешний мир, то есть не только то, что в нее там заложили, как в экспертных системах, где мы там строили модель представления знаний, там на прологе, на друльсе, на RDF графах. Вот, ну и, например, могла бы, например, строить сама эти графы, то есть извлекать из данных некоторые знания. Вот, это достаточно тяжелая отрасль, то есть из всех вот этих пяти отраслей, отрасль, связанная с Байесовским подходом, она наиболее тяжеловесна в плане математики, то есть это теория вероятности, это логика, это много-много чего другого. Вот, то есть, ну, чтобы как-то в это занырнуть, да, вот есть неплохая такая книга, на мой взгляд, она так называется, «Теория вероятности. Логика науки». Значит, написана довольно известным ученым Эдвардом Джейнсом, Нобелевским мауреатом. Вот, в отличие от всех других книг по теории вероятности, где вас там с первых страниц начинают рассказывать про всякие интегралы, меры и прочее. Вот, он достаточно интересно построил свою книгу, как некоторый такой рассказ, исходя из задачи создания некоторого интеллектуального робота, который будет, ну, должен принимать решения, да, то есть анализировать факты об окружающем мире и принимать некоторые решения. Потому что самая интересная книга, там, первоначально была написана чуть ли не там в 70-х годах, еще на самой-самой заре теории искусственного интеллекта, когда еще компьютеры были настолько простыми, что как бы не было еще даже примеров программ реализации искусственного интеллекта, да, были только некоторые мыслители, которые думали, а как вот построить такую систему искусственного интеллекта, не имея вообще никаких компьютеров перед собой, то есть только какие-нибудь там очень слабенькие компьютеры, которые там целые комнаты занимали. Вот, тем не менее, такая чисто теоретическая работа, которая как раз вот очень хорошо ложится вот в этот сектор, то есть о том, как вот строить систему принятия решений, основываясь на фактах. То есть есть некоторая модель вашего мира, есть набор фактов, и ваша система, ваш робот должен принимать некоторые решения, то есть некоторые суждения делать о происходящем. Вот, и книжка такая достаточно длинная, ну, на мой взгляд, достаточно интересная, именно потому что здесь все-таки начинается не с какой-то жесткой математики, где там через которую продраться достаточно сложно, а начинается с достаточно простых вещей, ну, в частности, тут в одной из глав рассматривается простой пример, что у вас, грубо говоря, там темной ночью идет полицейский по улице, да, и видит странного человека впереди, слышит сигнализацию, то есть не некоторые события, да, смотрит на улицу, видит человека, который бежит из ювелирной лавки, видит разбитое окно и, соответственно, на этом человеке черная маска, скрывающая его лицо. Вот, и как бы ставится вопрос, а вот что, как полицейский принимает решение, он думает, как бы, что произошло, или он как бы инстинктивно это делает? То есть и тут вот приводится такой пример, да, что, а вдруг это на самом деле не вор, да, которого нужно арестовать, а это владелец лавки, который просто забыл ключи дома, возвращался там с маскарада, чтобы зайти внутрь, просто разбил стекло. То есть как бы есть некоторый альтернативный набор гипотез, как можно такую ситуацию описать, и вот ставится в книге такая задача, а как вот действительно обоснованно принять решение? То есть если полицейский это робот, да, то кто перед вами? Грабитель или владелец лавки, который, например, просто забыл ключи и поэтому разбил стекло своей лавки камнем, забрался туда, и теперь вот идет там кому-нибудь подарок сделать, например. Вот, то есть такого рода ситуации тут интересные рассматриваются, да, вот как принять решение, на основе чего мы принимаем вообще решение? Вот, и предложение, собственно, в книге состоит в том, чтобы, используя некоторую логику, связать ее с теорией вероятности для того, чтобы построить некоторый алгоритм вывода логического, основанный на вероятностях. То есть мы с вами смотрели алгоритмы логического вывода, которые основывались просто на условиях «если то», то есть жесткая логика. Ну, в данной книге здесь речь идет о логике уже такой нежесткой, основанной на вероятностях. То есть у вас есть набор гипотез, у каждой из которых есть определенное число, обозначающее то, насколько эта гипотеза правдива или нет. Соответственно, задача состоит в том, чтобы, имея некоторый поток данных, некоторый поток экспериментов, попытаться ответить на вопрос, какая из гипотез наиболее вероятна. В случае с полицейским и грабителем, это как бы кто перед вами. То есть нужно ли его арестовать или там мимо пройти, например. То есть у вас есть две гипотезы. Гипотеза, что это вор, и гипотеза, что это не вор. И, соответственно, вам нужно анализировать данные, то есть вот те самые улики, которые такие, как разбитое окно, такие, как, например, звучащая сирена, таких, как то, как человек одет, что у него маска одета, что он что-то тащит с собой. Все это набор некоторых данных, некоторых экспериментов, которые позволяют вам судить о том, то есть по сути принимать решение, арестовывать человека или нет. Вот, и здесь, соответственно, подробно, так постепенно раскрывается эта тема, как это можно организовать. То есть начинается все с простых примеров, как с полицейским грабителем, и постепенно усложняется. То есть сначала идет речь о некоторой формальной логике, то есть то, как, если сейчас забыть про вероятности, как принимается решение, что если что-то, грубо говоря, истинно, то это позволяет нам, например, объединив несколько истин, сформулировать некоторое новое утверждение, сделать его истинным или ложным. Соответственно, есть формальные логики набора правил, например, там есть утверждение А, Б, С, условно говоря, которое, например, не связано между собой, есть там утверждение С. Соответственно, нужно понять, вот одновременное выполнение, но есть, например, разные комбинации. То есть помимо отдельных утверждений, которые могут быть истинны и ложны, например, как понять, истинно ли совместные утверждения А и Б, то есть и А и Б при условии, что у вас еще и правдиво С. Соответственно, есть тут определенные правила разложения таких утверждений на компоненты для того, чтобы строить некоторые такие логические системы, логические цепочки в виде некоторого графа. То есть там у вас есть начальные элементарные утверждения, есть некоторые выводы логические, локальные, которые тоже могут становиться некоторыми исходными данными для следующих утверждений. И вот построение таких цепочек для того, чтобы достичь, ну, как бы выяснить некоторую, определить некоторую истинность вашего утверждения. Вот это то, что касается формальной логики, да, и здесь дополнительно предлагается на каждое такое вот узел, такой цепочки логической, присвоить ему некоторое число, которое будет означать, насколько это утверждение истинно или ложно. То есть, ну, как ввести некоторую меру истинность. То есть если формальной логики у вас только да-нет есть, то здесь может быть да, там, с вероятностью такой-то. Вот, и, соответственно, раскрывается то, как вот теперь формально-логические правила преобразуются уже в такую математику, то есть в некоторый математический анализ с целью вычисления комбинированных вероятностей, связанных с тем, как эти отдельные утверждения с их собственными вероятностями объединяются в общий граф, ну, как бы в общую цепочку событий. Соответственно, на выходе всех этих рассуждений приходит все к правилу байеса, о котором мы с вами говорили. То есть, ну, помимо правила байеса есть еще более простые, там, правила суммирования, например, вероятности и так далее. Ну, и в конце концов все это приводит к правилу байеса, который мы с вами в прошлый раз смотрели, по апдейту вероятности, по обновлению вероятности. То есть как только у вас появляется некоторое промежуточное, некоторый эксперимент промежуточный, который, по сути, тоже можно о нем судить, как о некотором событии с некоторой вероятностью, выдающей новую вероятность. То есть в этом случае как раз здесь это правило байеса выводится несколько с другой стороны, то есть в таких соснов. То есть пытается объяснить вообще, откуда все это взялось, и достаточно тоже интересно, как некоторые размышления. То есть так или иначе, в конце определенной главы вам просто приводится к тому правилу байеса, который мы в прошлый раз рассматривали, на интуитивном уровне. То есть вот с примером, с так называемым на популяции, мы с вами это правило байеса рассмотрели, что каждый тест, каждый эксперимент дает вам определенную уверенность в том, как распределена та или иная популяция между классами. Вот здесь это чисто формально уже выводится, тоже с некоторым объяснением, но на более таком математическом уровне. Что еще тут дальше интересно, то есть после того, как выведено правило байеса, вы, соответственно, можете уже строить те самые цепочки, то есть в этих цепочках у вас переходы между этими узлами. По сути, это одна итерация метода байеса. То есть вы можете обновлять. То есть каждый элемент в этой сети событий, он является некоторым экспериментом, некоторым событием произошедшим. Соответственно, у вас могут быть некоторые априорные знания системы, системе, могут быть знания, полученные в результате эксперимента, то есть на каждом узле. И таким образом, пройдя через все узлы, вы можете просчитать итоговую вероятность наступления того или иного события при условии возникновения ряда событий, описанных конкретным маршрутом по этому дереву от изначального состояния через цепочку событий к некоторой финальной вероятности. Вот здесь, да, чем дальше читать эту книгу, тем больше становится всякой математики. Тут и кратко приводится теория вероятности простейшие, виды распределений. В принципе, вам все это должно быть знакомо, может быть, не на таком глубоком уровне математическом. И самое главное, наверное, без тех упоминаний, откуда все это взялось. Но, тем не менее, тоже здесь все достаточно подробно описывается. Ну и мы, что я хочу показать, да, это небольшой пример здесь разбирается, упрощенный, уже такой, уже не про полицейского и воришку, а про что-то более такое жизненное. В частности, про систему диагностики. А, ну, наверное, здесь этого нет, к сожалению. Да, к сожалению, сюда вот какая-то обрезанная версия. Здесь, конечно, не включена часть, касающаяся вот этого примера. Значит, соответственно, попробуем, может быть, найдем, конечно. Есть еще более упрощенный вариант. Ну, собственно, сайт, посвященный этому ученому, и у него есть тут... Да, ну ладно, неважно. Значит, там смысл этого примера состоял в том, что есть некоторая деталь, ну, есть некоторое производство, которое производит определенные детали, да, есть несколько сотрудников, которые работают, и, соответственно, есть на выходе разное качество выполнения этой детали. Соответственно, есть гипотеза о том, что деталь, ну, то есть человек, который производит деталь, или станок, который производит деталь, он испорчен, Станок сам испорчен, поэтому он производит испорченные детали. И есть гипотеза, что станок нормальный, и ничего с ним не произошло. Соответственно, эксперимент состоит в том, что вы из некоторого подмножества, то есть у вас круглая стоит станок, штампует детали, и вы из этого лотка берете, достаете деталь и проверяете, бракована она или нет. И вот вопрос, сколько вам нужно взять деталей из этой корзины, чтобы понять, что станок действительно бракованный. Есть определенная априорная вероятность того, что станок может быть бракованным, то есть 3% всех станков являются бракованными. Есть вероятность того, что вы из множества существующих деталей выберете именно бракованную деталь. И, соответственно, вы делаете просто эксперименты до тех пор, пока не сможете обновить знания о том, бракованном станок или нет, до определенного уровня. В этой книге довольно красочно расписана эволюция вероятности того, что станок бракованный, в зависимости от того, как много бракованных деталей вы сможете вытащить. И там рассматриваются довольно интересные моменты. Например, в какой момент, сколько вам нужно выбрать деталей, для того, чтобы понять точно, с определенной вероятностью, что станок бракованный. То есть такого рода эксперименты на достаточно простых моделях, где есть всего лишь два узла, всего один тип экспериментов, показывают, как это работает в механике. То есть мы в прошлый раз смотрели такой достаточно простой пример на пальцах про определение, то есть получение знания о том, с какой вероятностью там произвольный человек будет болеть. То есть попытка локализации некоторой популяции людей с помощью тестов. Вот аналогичные задачи можно решать и на самом деле в любой области, не только в медицине. Вот как на примере в этой книге тут рассматриваются такие самые интересные, ну самые странные такие примеры тут. И там про полицейского и вора, и про гадалку. То есть там есть отдельная глава, посвященная тому, как, например, вывести на чистую воду гадалку, что она вот что-то там предсказала, и вроде как вероятность того, что она могла угадать, она практически нулевая. То есть как она могла угадать? Ну скорее всего никак. Откуда она могла это узнать? Но там на самом деле разбирается подробно, что даже если вероятность один к миллиону, что она действительно угадала, то вероятность того, что она является, например, оракулом, который умеет читать мысли, там один к десяти миллиардам. И там вот возникает такой интересный вопрос, называется воскресающая гипотеза, что когда вы рассматриваете, например, несколько гипотез, две гипотезы, что у вас она либо гадалка, либо нет, то, конечно, у вас там каждое угадывание, оно приводит к тому, что вы начинаете больше доверять тому, что у вас скорее гадалка, чем нет. Только за счет того, что вы, например, используете только две гипотезы в вашем анализе. И там, соответственно, возникает еще вопрос так называемых тестовых гипотез. То есть когда вы пытаетесь ввести дополнительную искусственную гипотезу с очень низкой вероятностью изначальной, но которая будет защищать вас от абсурдных каких-то выводов, как, например, то, что человек умеет читать мысли, на самом деле является гадалкой. То есть разного рода примеры. Есть примеры из реальной жизни, то есть, например, из физики, например, как определялось наличие десятой планеты, Нептуна там. То есть как чисто статистически по косвенным данным удалось доказать, что действительно есть в Солнечной системе еще одна планета, которая с Земли вообще никак не видна. То есть тоже по косвенным данным, по некоторым уликам была построена модель, через нее были прогнаны данные, и на основе них получена информация о том, что действительно эта планета есть. И только потом уже она была там оптически обнаружена, ну, физически обнаружена. На самом деле методы эти действительно, они не просто так называются, логика науки. Действительно, в научной среде это очень популярный метод, скажем так, основной метод вывода знаний. И, соответственно, в теме, связанной с искусственным интеллектом, тоже это не могли бы обойти стороной. Начну я теперь переходить больше уже к расчетным алгоритмам. То есть как это все-таки можно в искусственном интеллекте, например, реализовать. То есть понятно, как это можно ручками посчитать. Правила Байса мы в прошлый раз с вами рассматривали. И в целом там ничего сложного нет. Это обычное перемножение, деление, сложение. Соответственно, да, добавляются дополнительные правила, например, логическое и логическое или, которые позволяют вам объединять гипотезы, продуцировать новые гипотезы. Таким образом у вас образуется некоторый граф вероятностных, то есть происходящих событий. И ваша задача, соответственно, просчитать по этому графу, какие будут на выходе вероятности у некоторого результата. Вот это такой классический подход к построению систем классификации. То есть у вас есть набор событий или улик, или сейчас их в теории классификации их называют некоторыми признаками того или иного результата. И на основе этих признаков вы пытаетесь вычислить вероятность, что тот объект, который у вас на входе классификатора стоит, относится к одному или другому классу. Соответственно, как, например, такие системы классификации могут строиться, тоже такая статья, достаточно на самом деле старенькая, чуть ли не в 95 году она была написана, в которой достаточно лаконично описана эта идея логического вывода. Сейчас любят называть это вероятностным программированием, но программирование не в смысле программирования, а кодирования. То есть тоже тут есть определенные, скажем так, путаницы с переводами. То есть то, что у нас называется программированием, на Западе не называется программированием, называется кодированием. А программирование – это скорее теория оптимизации, где у вас есть наборы ограничений, есть некоторое множество, есть наборы ограничений. Ваша задача найти ответ на вопрос, в какой области этого множества находятся точки, удовлетворяющие набору этих ограничений. Соответственно, вероятность программирования идет скорее не как программирование, в смысле вы все или написали программу, а в смысле формулировки некоторых ограничений, формулировки вашей задачи для того, чтобы получить ответ на вопрос автоматически в ходе работы некоторого алгоритма. То есть это не программирование в смысле написания программы на языке C++ или Python, например. Это программирование в смысле формулирования задачи и прогона алгоритма, который бы дал вам ответ на вашу задачу. Соответственно, здесь рассматривается такая немного искусственная задача. Есть некоторый граф, некоторая связка событий, то есть есть исходное состояние системы, вернее, два из исходных состояний, есть некоторое событие, которое зависит от этих двух состояний, его возникновения. Соответственно, задача состоит в том, чтобы, это называется, скажем так, байосовая сеть или сеть доверия, то есть ваша задача – просчитывать вероятности события 3, исходя из событий 1, событий 2. Плюс дополнительно вводится ряд ограничений. Например, вы хотите сказать, что вероятность наступления события 3, она лежит в некотором пределе. То есть вы хотите еще дополнительные ограничения ввести. Ну и плюс сказать, что события 1, 2 не зависят друг от друга. То есть вводя наборы таких ограничений, вы, по сути, строите некоторую модель вашего мира, на основе которой дальше вы будете производить логический вывод. И суть логического вывода, согласно этой статье, в ней предлагается сводить его к некоторой задаче оптимизации. То есть рассматривается множество вариантов существования вот этого мира, состоящего там из трех элементов логических. Для каждого состояния мира есть некоторые априорные вероятности возникновения того или иного состояния мира. И есть некоторые логические правила, то есть когда, например, то или иное действие происходит. То есть, грубо говоря, действие 1 происходит в тех случаях, когда у вас x1 не выполняется, второе утверждение у вас выполняется, третье утверждение выполняется, четвертое не выполняется. То есть, соответственно, есть некоторое описание вашего мира с помощью вот такого вот набора, ну, скажем так, логики, да, объединенной вместе с вероятностями. Вот, и дополнительно еще задается вероятности перехода, то есть между x1, x2 к x3. Значит, что предлагается, да, предлагается рассмотреть несколько вариантов системы такого логического, да, первое там это просто сложить вероятности, соответственно, посчитать вероятности всех исходов. Значит, и здесь вот простейшая задача оптимизации, да, то есть есть вот эти 8 вероятностей изначальных, есть, соответственно, 4 возможных утверждения, и эти 4 утверждения, помноженные на 8 вероятностей, дают вам 4 вероятности, 4 условия, которые должны быть выполнены в системе логической, ну, то есть в этом мире, да, плюс дополнительные условия, что сумма всех вероятностей по всем 8 исходам должна быть равна единице, да, то есть должно быть нормализовано решение. Ну, плюс то, что вероятности больше либо равны нуле. Это классическая задача линейного программирования, программирования в смысле теории оптимизации, да, найти некоторую вероятность V4, да, для того, чтобы, соответственно, то есть смысл этого примера, да, в том, что у вас множество возможных вероятностей, которые могут возникать в системе с такими ограничениями, да, она представляет из себя некоторую прямую, некоторую бесконечную прямую, которая задается вот этим параметром V4. Соответственно, любая точка на этой прямой, она позволит вам описать, по сути, ответ на ваш вопрос, да. Значит, что дальше здесь добавляется? Значит, добавляется еще сюда задание некоторого ограничения для вероятности вот этой X3, да, ну, возникновение событий X1, X2, X3 при наличии событий X1, X2, что оно в некотором диапазоне. И это позволяет вам на выходе получить некоторый ответ, в какой диапазон вероятности входит результат, да, X3, то есть уточнить основе исходных данных. Так, наверное, сейчас у нас будет перерыв, потому что время закончилось, потом продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...